МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш журнал ведет художник. Вернее, его рисунки. Что будет нарисовано, о том и пойдет рассказ. Корова. Ну что ж, смотрите. Мы привыкли к тому, что на заводах и фабриках производство автоматизировано. И им управляет электроника. А чем управляет оператор с этого пульта? Животноводческая ферма. Это ферма-автомат. Здесь человек полностью освобожден от тяжелого труда. За него работают машины. Раздают корм, причем в определенное время и в нужном количестве. Следят за чистотой и помещений, и самих животных. И все без прикосновения рук человека. Да и людей здесь почти нет. Вот только доильные стаканы надевают вручную. За всеми процессами следит электронно-вычислительная машина. Непростая эта задача автоматизировать современную фабрику молока. Техника в союзе с живым существом. А ведь у каждого животного свой характер. И внедряя любую техническую новинку, приходится это учитывать. В ладьвийском колхозе Ада же с такой сложной задачей справляются успешно. А что сейчас нарисует нам художник? Рояль. Всегда ли он был таким? Давайте перенесемся на шесть столетий назад. Именно тогда в европейских странах появился музыкальный инструмент спинет. Клавиши у него как у рояля, но устроен он совсем по-другому. Нажмешь на клавишу, поднимется рычажок, зацепит струну и возникнет звук. Точно такая же щипковая механика у родственника спинета клавесина. Звуки его красивые, нежные, но довольно тихие. И предназначен этот инструмент для домашнего музицирования. Был у рояля и другой предок – клавикорт. Это уже не щипковый, а ударный инструмент. По струне ударяют металлической колышек. Вот так. И лишь когда по струнам стали бить молоточки, родился новый инструмент – фортепиано. Его сконструировал в начале 18 века итальянец Бартоломео Кристофори. На протяжении двух столетий устройство фортепиано усложнялось, совершенствовалось. Его звук становился сильнее и богаче оттенками. Постепенно из фортепиано возникли всем нам знакомые пианино и рояль. Рояль сразу стал самым популярным концертным инструментом, королем инструментов, как назвали его музыканты. Художник нарисовал стрекозу, но наш рассказ пойдет о необычных стрекозах. Эти ребята из Московского городского Дворца пионеров и школьников заняты увлекательным делом. Они мастерят удивительные самолеты из удивительных материалов. Каркас летающей модели будет построен из южноамериканского дерева бальзы, которое в 10 раз легче бамбука. А обшивку делают так. Если в ванночку с водой капнуть нитроклея, он растечется по поверхности. Получится тончайшая пленка, которая в 100 раз легче папиросной бумаги. Остается ею обтлеить каркас. Работа эта требует особой точности, аккуратности и, что самое главное, творчества. Ведь каждый здесь и конструктор, и художник, и строитель. И так хочется, чтобы твоя модель оказалась самой красивой, самой лучшей. Музыка Наконец, миниатюрный воздушный флот построен. И как настоящий, проходит строгую проверку сначала на земле. Модель должна быть чрезвычайно легкой, как говорится, в весе пера, потому что летать она будет не в открытом небе, а в комнате на маленькой скорости. Теперь можно проводить летные испытания. Условия соревнования просты. Победительницей станет модель, которая продержится в воздухе дольше других. Ну, чем не стрекоза, только рукотворное. Твои дети, еще не все на свете. И это очень грустно. Приходится признать. Но было бы, но было бы желание придут к тебе, придут к тебе и знания за это вам ручаются. Журнал «Хочу все знать».